Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Ура, ура! У нас установилась теплая погода, поэтому я могу достать все кашпо с крыльца, заодно там нужно прибраться, ну и полить цветы и расставить их уже по своим местам. Девочки, это знаете, уже не смешно. Вот я сегодня увидела опять в новостях сообщение о том, что в Нижегородской области ожидается заморозки. Я, честно, уже устала убирать цветы, уже хочется, уже хочется лета, тепла, все расставить по местам и только за ними ухаживать. Но надеюсь, что может быть это где-нибудь на севере области нас не коснется, не надо будет ничего мне опять убирать. Но еще у меня в планах, пока Машулька спит, испечь пирог. Буду печь его на улице, как раз замешу тесто там. Абсолютно простой пирог с ягодной начинкой, очень-очень вкусный. В общем, совмещу прогулку, дела в саду с приготовлением. Ну и так как пришло тепло, естественно, естественно, проснулись комары. В этом году они проснулись поздно, вот под конец мая, считайте. Вот расскажите, кто чем обрабатывает участки, кто как с ними борется. Потому что я, если честно, как-то побаиваюсь обрабатывать участок какой-то химии, потому что так или иначе это попадет на плодовые деревья. Допустим, там малина у нас растет, черная смородина вдоль забора. Не хотелось бы, да, чтобы это попадало на те кустарники и деревья, в общем, с которых мы потом едим фрукты, ягоды. Вот расскажите, как вы с ними боретесь. Я заказала, знаете, на Озон Раптор. Вот средство от комаров, именно там оно подходит для обработки, там, типа террасы, чего-то такого. Я хочу попробовать обработать такой спрей в баллончике, посмотрю, будет вообще действовать или нет. Потому что, признаться честно, пока я готовила на террасе, меня просто закусали комары, покусали мне ноги и никакого желания выходить опять и готовить нет. Вот, поэтому хочется как-то создать такое комфортное пространство. В прошлые года, мне кажется, комары, вот этот такой у них пик приходился все-таки на начало у нас в мае. Не так поздно они были. Ну и сейчас, конечно, вот с Машей, она все равно у меня спит на улице, гуляет. Хочется как-то вот тоже ее обезопасить, чтобы было поменьше комаров на участке. Я расставила все по своим местам, полила цветочки и делаю душевание для наших той. Субтитры подогнал «Симон» Так как цветы стояли на крыльце, естественно, с них там насыпалась земля, какая-то пыль. Нужно все протереть, убрать, чтобы крыльцо было чистым. Поэтому протираю пыль с подоконников, с лавочки, на которой они стояли у меня. И также мне нужно будет подмести крыльцо, смести весь сор. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Теперь будем с вами готовить пирог. Он абсолютно готовится из простых ингредиентов. Берите себе на заметку, очень вкусный и с ягодами. Я использую сейчас замороженный, сейчас пойдет свежие ягоды, клубника, голубика, можно использовать малина, свежие ягоды с абрикосами, с персиками. В общем, слива, все сочетается, все получается вкусно. Что нам потребуется? Сливочное масло 120 грамм охлажденное, молоко 50 грамм, одно яйцо, один желток, мука 330 грамм, сахар 70 грамм, чайная ложка разрыхлителя и где-то щепотка соли. Вот так вот, на кончике чайной ложки. А для начинки, повторюсь, можно использовать любые ягоды, замороженные или свежие. И так как я использую замороженные ягоды, я добавляю 20 грамм кукурузного крахмала. И вот, ну я на вкус ориентируюсь, потому что ягода разная, какая-то ягода покислее, какая-то послаще. Я кладу где-то 3 столовые ложки сахара, потом пробую, как вот сладко-несладко. Смотрите, соединяем яйцо, желток, молоко, сахар, соль, все смешиваем до объединения ингредиентов. И в отдельной чаше смешиваем муку, разрыхлитель и добавляем холодное сливочное масло, и все перетираем, вот как я сделала. Далее к мучной смеси добавляем яичную, объединяем все при помощи ложки, и потом при помощи рук удобно собрать тесто в шар. Долго месить не нужно тесто, ну, чтобы оно не стало тугим. Тесто получается очень мягкое, комфортное, податливое, с ним приятно работать. После замеса накрываем полотенцем и убираем в холодильник минут на 30. Я убираю до тех пор, пока занимаюсь начинкой. Значит, ягоды выкладываю на сковороду, добавляю сахар, крахмал, пробую, смотрю, какая консистенция у меня, потому что, опять же, да, ягоды, фрукты какие-то сочнее, какие-то меньше дают сока. В общем, ориентируемся на консистенцию, чтобы у нас это потом просто все из пирога не вытекало, и в процессе приготовления все-таки начинка так у нас стабилизировалась. Как мы будем запекать? Запекать будем при температуре 180 градусов, духовку разогрейте заранее и будем готовить где-то 45 минут. Ну, каждый ориентируется по своей духовке. После того, как я приготовлю начинку, раскатываю, соответственно, тесто, делю сначала, правда, я его где-то две трети, я убираю для основания, основы пирога, и треть оставляю, чтобы сделать плетенку. Тут вообще ваша фантазия, можно косичку заплести, какое-то плетение, можно сделать вырубку, можно использовать красивые декоративные скалки, которые оставляют узор. В общем, ваш полет фантазии, что у вас есть из этого в наличии, все можно использовать. Такой базовый простой пирог, элементарно, можно приготовить с яблоками, с грушей, всегда будет вкусный. Такая вот база на все времена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и, конечно, куда же без тренировки, тем более, что на улице солнечно-прекрасная погода. Я, как вы знаете, занимаюсь на онлайн-платформе FitStars. Просто тысячи разных тренировок и на гибкость, и на мышечную массу, на расслабление. Даже если у вас, например, есть боли в спине, и такие тренировки вы найдете. Есть тренировки для детей, в общем, на любой вкус, и как по мне, так просто суперские тренеры, которые во время тренировки обязательно объяснят, как правильно нужно выполнять упражнения, какие мы часто допускаем ошибки. В общем, как отследить положение своего тела, чтобы упражнение было выполнено максимально качественно и эффективно. И вы знаете, это уже тот случай, когда я знаю тренировки наизусть. У меня есть мои фавориты, и поэтому сегодня я просто включила, ну, знаете, чтобы так вот по таймингу сверяться, то есть сколько подходов я сделала, и просто слушаю звуки природы. Пение птиц делают абсолютно в тишине, но под видео сопровождение. Кстати, как обычно, на платформе Фитстарс регулярно проходят разные акции, и вот сейчас идет акция «Май, не скучай, тренируйся и получай умные весы и сертификаты до 5000 рублей за тренировку». Девочки, а приобрести доступ на платформу Фитстарс очень выгодно по моему промо-коду Гурьянова. Он дает скидку в 70%. Посмотрите, насколько уменьшилась цена. У меня оформлен безлимит навсегда, если вы приобретаете такой абонемент, то у вас просто пожизненный доступ с разных устройств ко всем обновлениям, к платформе, а платформа реально развивается, и то, что было там даже 2 года назад и сейчас, это большая разница, столько новых тренировок, новых программ, разные курсы, рецепты, в общем, чего там только нет. Для вашего удобства оставляю ссылочку на платформу Фитстарс и свой промо-код в описании к видео. Дорогие мои девочки, столько вопросов касательно того, как мне удалось так быстро привести себя в порядок после третьих родов. Но на самом деле первое заблуждение в том, что это произошло быстро, ничего подобного. Это вам, может быть, вот вы такой результат сейчас увидели, а на самом деле это продолжительный путь. Ну, так как просто это вопрос, это комментарий через один, конечно же, я вам расскажу, что делала лично я. Но сначала я хочу восхититься своей аудиторией, девочки, какие вы у меня просто замечательные. Вот далеко не каждая девушка-женщина может сделать комплимент другой девушке-женщине. А вот вы это можете, это потрясающее качество. Поэтому я хочу вам сказать огромнейшее спасибо за вашу поддержку, за ваши комплименты. Мой адрес мне на самом деле очень-очень приятно. Итак, девчата, так как я, ну не просто так, да, решила привести себя в порядок, а после родов. И Машулька у меня до сих пор на грудном вскармливании это вносило определенные коррективы. Лично у меня, когда вот я начала Машу кормить грудью, просто-просто был зверский аппетит. Я хотела есть, есть, есть. Ну и, в общем-то, просто приняла это, что нужно дать время восстановить своему организму, чтобы гормоны пришли в норму, просто подождать. А тем более, ну как-то менять так вот рацион я не могла до тех пор, пока мы не стали вводить прикорм. И грудное молоко не стало вот единственным источником питания. Поэтому я начала свой путь к стройности с января месяца. Постепенно, постепенно внося корректировки, чтобы это было максимально комфортно, в том числе и для меня не было откатов. Что я сделала? В первую очередь я убрала перекусы. Ну вообще, мне кажется, залог стройности, да, если нам нужно, чтобы ушли лишние килограммы, это создать дефицит калорий. Ну и каждый создает, вот я считаю, как может, да, что подходит больше вашему ритму жизни, вообще вашим привычкам. То есть кто-то, может быть, ест и так нормально, и нужно там дополнить физическую активность какую-то, подключить. Кому-то этого недостаточно. Кто-то занимается спортом, но при этом есть столько, что дефицит калорий не происходит. Сразу хочу сказать, что я не веду дневник питания, я не считаю каждую калорию. Нет. Я просто вот скачала приложение, посмотрела, то есть вела исходные параметры, желаемые параметры, посмотрела, сколько у меня должно выходить калорий, я должна потреблять в день. И вот как-то под это все подстроила, там, допустим, если я в чем-то сомневалась, я, допустим, понимаю, что овощи, зелень, там, не знаю, отварную куриную грудку, запеченную индейку, там, рыбу, креветки. Ну вот я такие продукты могу есть, в принципе, ну, не считая, да, калории. А где-то, да, вот именно когда начинала этот путь, что-то подсматривала. Но сразу хочу сказать, что у меня нет ограничений, то есть у меня нет такого того, что я вообще не ем хлеб, я вообще не ем сладкое, вообще вот то-то, то-то, то-то. Нет, просто это отсутствует на ежедневной основе в моем рационе, да, то есть, ну, я могу, допустим, съесть тост с утра, но это будет не каждое утро. И это будет хлеб только, допустим, на завтрак. Опять же, я это делала для того, чтобы не было откатов. И вот так постепенно, сначала я убрала все перекусы и жестко вот это контролировала. Дальше, соответственно, ну, как-то вот размер желудка, да, уменьшается. И вот уже порцию, которую я себе готовила, она была для меня вот такая большая, я ее не съедала. Втихоньку уменьшились порции. Мое питание в основном это салатная зелень, вот ее прям я много добавляю. Это овощи свежие или приготовленные на пару или запеченные в духовке. Из мяса это я чаще всего запекаю себе либо индейку, либо курицу, либо могу отварить вот в отварном виде, просто порезать салат тоже, это для меня вкусно. Сыры, что еще, рыба, креветки, ну и все. То есть вот овощи, ну, такие простые-простые продукты под настроение, когда я хочу. Чаще всего я это себе позволяю вне дома, я могу мороженое есть и пирожные, десерты какие-то, и пасту, в общем-то. А, ну и, конечно же, крупы, крупы тоже я ем, и рис, и гречку, и, там, не знаю, булгур, ну, вот это вот все я ем. И, допустим, когда я пеку какую-то выпечку, мне хочется попробовать, я могу взять небольшой кусочек. Потому что я человек, как вы заметили, склонный к полноте. Ну, вот не то, что я буду есть и буду вот раздуваться до непонятных размеров. Нет, вот я наберу свой вес, и как бы в нем я останусь, то есть у меня не будет он постоянно-постоянно расти. Но в любом случае мне в таком весе некомфортно. Поэтому тот результат, который многие для вас вот так неожиданно увидели сейчас, это путь с января месяца, девочки. И это было, возможно, не так заметно, потому что шла я к своей цели вот постепенно. И на таком питании, плюс физическая активность, я до сих пор иду к фигуре, которая мне будет нравиться. Почему многие считают, что это произошло буквально, я не знаю, за пару недель? Нет. Возможно, просто какое-то время я снимала видео, и вы меня так вот часто в кадре не видели, там, в полный рост. Потом, например, я сейчас снимаю на телефон, а когда я снимаю на профессиональную камеру, у нас все равно немножко придает весу. Спрашивайте по поводу моего веса. Девочки, я вот намеренно не хочу его озвучивать по одной простой причине, что можно с вами абсолютно по-разному выглядеть в одном и том же весе. Поэтому лучше смотрите на свое отражение, на свои параметры, объемы. Кто-то ориентируется по одежде, то есть если вот он влез в свои любимые джинсы, значит, все хорошо. Вот, поэтому тут много факторов. И, конечно же, там, допустим, третья беременность, третьи роды, они тоже дали о себе знать. Допустим, у меня не так быстро уходил объем в бедрах. Вот сейчас он, слава богу, ушел, но достаточно долго вот мой жирочек был при мне. И так как я кормлю ребенка грудью, девочки, кто пишет мне такой бред, что я что-то, я не знаю, его принимают, или вот уколы делают, аземпика. Ну вот просто в своем уме. Неужели я буду, и я и с ребенком не буду это делать, который на грудном вскармливании. И просто я не буду гробить свое здоровье. Какие-то лекарственные препараты себе ставить. То же самое. Понятное дело, что если уменьшается вес, меняются черты лица, овал, да, становится такой более подтянутый. Естественно, я тоже не ставила никакие ни инъекции, ни губы, никуда. Когда я кормлю грудью, девочки, до этого я была беременна. Если бы даже у меня что-то стояло, у меня бы все растворилось уже давным-давно. Но дело в том, что я никогда не делала себе никакие инъекции. Максимум, что я делала с лицом, это чистку лица и пилинги. Но пилинги прям такие легкие, поверхностные. То есть я никогда не делала какие-то там серединные или глубинные вот эти пилинги. Нет, и домашний уход. Это все, что есть, то есть. И, соответственно, я не использую, девочки, никакие фильтры. Потому что я очень венима в этом плане, чтобы какую-то делать светокоррекцию, что-то делать. Но вот представляете, я уже сколько лет снимаю видео. И зачем просто мне это вот? Зачем? Я это вообще не понимаю. Я перед вами видео была абсолютно в разном весе, с разным лицом. Вот. И с высыпаниями, и с пигментацией. В общем, совсем-совсем-совсем. Нет, просто не нужно. Но я принимаю себя в моменте. Вот. И могу сказать, что мой вес изменился. Так вот. То есть такие изменения, это практически минус 10 килограмм. Вот так. И пока я Машу только кормила грудью. То есть вот я родила. Сколько-то килограмм у меня ушло. Ну, как вот живот, когда ушел. Это все, матка сократилась. И все. И вес стоял. Ну, там плюс-минус 2 килограмма. Оно туда-сюда ходило. Как-то вот так. Ну, вот уже в январе я взяла себя в руки. Уже у нас появился прикорм. Ну, то есть, да. Вот мы не только были зациклены на грудном молоке. И постепенно начала этот путь. Вот смотрите, сколько он занял. Это 5 месяцев. Скоро будет 6. Поэтому это не по щелчку пальцев. И вот, кстати, знаете, еще какой совет. Когда я только, то есть, начала вот так вот отслеживать свое питание. Я себе всегда говорю, Катя, мы не взвешиваемся каждый день. Вот поначалу я взвешивалась раз в неделю. Потому что, ну, возможно, во-первых, организму нужно раскачаться. Во-вторых, возможно, вес не будет уходить так быстро, как, я не знаю, было 18 лет. Поэтому раз в неделю, это, я считаю, хороший промежуток, интервал, чтобы действительно что-то ушло. И то, что вы видите на весах, служило мотивацией, да. К тому, что мы двигаемся в правильном направлении, есть отвес. И вот уже, например, сейчас, именно для того, чтобы контролировать вес, потому что, повторюсь, я склонна к полноте. Не до раздувания, конечно, шарика, но тем не менее. То есть, ну, лишние килограммы ко мне прилипают. Вот сейчас, как раз-таки, я контролирую. То есть, я встаю на весы и понимаю, если там есть привес, значит, нужно как-то вот... Ну, либо я много жидкости пила, да, там, допустим, могла что-то солёное съесть вечером. Или если мы сходили там в ресторан, и я поела десерт, ещё что-то. Вот я на следующее утро не буду взвешиваться, ну, потому что это нормально, если там что-то. Да, я взвешиваюсь через утро посмотреть такую объективную цифру. И сейчас я стараюсь контролировать этот процесс. И это... это всю жизнь нужно делать. То есть, я не из категории тех женщин, которые могут есть всё, что хотят, и вот ничего к ним не прилипает. Нет. Ну, конечно же, это, я считаю, поддержка мужа, который, наоборот, мне говорил, Катя, да ты что, да ты красавица, только родила, у тебя всё прекрасно, у тебя хорошая фигура. Ну, конечно, поддержка у мужчины, которые рядом с вами, это тоже... это тоже дорогого стоит. Но я ещё хочу сказать девочкам спасибо, которые просто вот с первых дней моих родов, даже когда я была беременна, без устали мне писали, какая ты жирная, какая ты жирная, фу, у тебя жир на спине, на руках, фу. Вы меня тоже вот подстёгивали, что, Катя, нельзя расслабляться, нельзя расслабляться. И я просто хочу таких женщин, если честно, пожалеть. Вот, видимо, возможно, им их окружение, или там вот молодые люди, мужья вот так тычут. Потому что женщина, которая окружена любовью, заботой, поддержкой, вот из неё никогда такое лезть не будет. Она, наоборот, скажет, Катя, вы прекрасно выглядите. В общем, девочки, я вас всех люблю. Надеюсь, я этот вопрос закрыла, потому что очень-очень много было запросов, комментариев, расскажите, как так быстро, девочки, быстро, дисциплина, дефицит калорий и всё.